Всем привет! Вы на канале Просто Моделс. Это видеообзор на вот такую интересную новую для меня фирму, если правильно произношу, Хаулер, которая выпускает различные дополнения для диорамы моделей из фототравления и смолы. Для нашего видеообзора я выбрал 4 наиболее интересных для меня позиций, которые мы сразу же соберем и посмотрим, что в итоге получится. И первой в очереди на сборку у нас украинский полицейский щит. В наборе всего 2 щита. Мы соберем пока только один. Все эти щиты в принципе довольно-таки однотипные. Я думаю, что может подойти не только для Украины. По сути, каких-то особо сложностей по сборке у меня не возникло. Все собирается довольно-таки просто, если вы раньше работали с фототравлением. Единственное, в комплекте у нас ровно нужное количество деталей, при том, что у нас присутствуют очень мелкие детали из фототравления, которые тяжело вырезаются и приклеиваются. Хотелось бы видеть одну или две запасных, например, вот таких вот деталей, которые мы сейчас приклеиваем. И да, всегда мне было немножко непонятно и не нравилось то, что в таких наборах нету, допустим, проволочки, из которой нам нужно делать определенные части. То есть, если вы покупаете этот щит и хотите его прямо сейчас собрать, а у вас нету проволоки нужной толщины, то вам придется подождать, пока вы ее найдете. Думаю, что производитель не сильно бы разорился, если бы положил пару сантиметров нужной проволоки в комплект. По инструкции она нам нужна. Ну, все это, скажем так, придирки, и щит получается у нас довольно-таки фактурный и очень даже интересный. А мы продолжаем дальше, и на этот раз соберем металлический шкафчик для вещей. Такие шкафчики часто стоят на каких-нибудь заводах или каком-нибудь любом абсолютно производстве в тех местах, где нужно человеку переодеться. Я такие вижу часто, и они всегда распространены во все времена. Что раньше, что сейчас, даже в фильмах с американскими школами и даже на наших заводах. В общем, абсолютно универсальная вещь. И у меня сразу же возникла куча идей, где такое можно применить. Да, тот же даже Чернобыль, тот же Сталкер. Такие вещи отлично пополнят интерьер для вашей диорамы, большой или маленькой. Я думаю, такая вещь сгодится куда угодно. По сборочке данного шкафчика у меня также не возникло никаких ни вопросов, ни трудностей. Все собирается легко и просто. И по инструкции все понятно. Да, даже без инструкции, я думаю, такую вещь легко собрать. А конечный результат не может не радовать глаз. И вот такой интересный шкафчик у нас получается. Я думаю, он отлично встанет на свое место на диораме. А мы тем временем продолжим и соберем фонарный столб. Здесь у нас в комплекте небольшая плата фототравления и смоленая отливочка. Из фототравления мы можем сделать скобы для керамических изоляторов на проводку, а также держатели на столб. Держатели у нас получаются в виде P-образного профиля и уже имеют отверстия для установки на них керамических изоляторов и скоб для крепления самих поперечных держателей. Также в комплекте имеется несколько скоб для установки керамических изоляторов непосредственно в сам столб. Ну а самого столба, к сожалению, в комплекте нет. И вам придется придумывать, что использовать в его роли. Лично я использовал палочку для суши. Также в комплекте, как обычно, у нас нету и проволочки, за счет которой плафон для фонаря крепится к столбу. Сам держатель для нее на столб есть, плафон для фонаря есть, а проволочки, за которым подвешивается, к сожалению, нету. Поэтому будем обходиться тем, что у нас имеется в запасах. В комплекте с данным набором у нас идет несколько плафонов, а также смоляные детали, имитирующие лампочки и керамические изоляторы для проводов, на которые, собственно, и подвешиваются все провода на столбах. Изоляторов же в наборе всего 8 штук. Так что будьте внимательны, ведь сделать столб с двумя поперечными держателями и скобами одновременно у вас не получится, так как только на поперечные держатели уходит 8 керамических изоляторов. Так что, хоть и собирается все довольно-таки просто и выглядит симпатично, по комплектности есть некоторые вопросы. Хотелось бы добавить несколько керамических изоляторов, и, конечно же, хотелось бы, как обычно, чтобы присутствовала эта проволочка, за счет которой крепятся плафоны. Ну и не помешал бы и сам столб, хотя это уже не так критично. Ну а мы продолжаем дальше, и на этот раз соберем верстачок с точильным кругом и тисками. В верстаке у нас могут открываться несколько ящиков и дверца справа. Также мы можем выбирать, куда нам ставить точильный круг и тиски. При транспортировке данной модельки у нас поломалась ручечка ящика. Хотя упакована модель довольно-таки неплохо. Но это не беда, ручку легко можно заменить проволочкой. Также будьте готовы, что при сборке данной модели вам придется спиливать довольно-таки толстый слой смолы сзади стола, а также сзади открывающихся ящиков. Но это обычное дело для подобных смоляных моделей. В конечном результате у нас получается довольно-таки симпатичный стол с открывающимися ящиками. Я думаю, он отлично станет на диораму. Ну а на этом все. Вот мы и собрали 4 интересных товара от фирмы Хаулер. И это лишь верхушка айсберга. На самом деле у данной фирмы довольно-таки интересный ассортимент товаров. Ссылочку для вас я оставлю в описании. Ну и в качестве приятного бонуса ловите промокод на скидку 20% в магазине ЯМоделист. Просто введите HLU в нужную строку при оформлении заказа и получите свою скидку. В качестве финального мнения скажу так. Товар довольно-таки неплохой. Товар качественный, собирается довольно-таки просто. Цена не самая дешевая. Но если вы готовы платить за качество, то вы закройте на нее глаза. Тем более у нас практически всегда есть бонус-коды на скидки. Также эту фирму вне конкуренции делает наличие таких вещей, которых нет ни у кого. А сделать их своими руками не всегда очень просто. Так что однозначно фирме зачет. Я Моделист, спасибо, что расширяете свой ассортимент подобными вещами. И на этом я с вами прощаюсь. Как обычно, если это видео оказалось для вас полезным или интересным, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. По любым вопросам обращайтесь в комментариях. С вами был Просто Моделс. Оставайтесь на связи. Пока.